Девочки, всем привет! В этом видео я хотела бы поделиться своим опытом использования бестселлеров от Origins. Я не являюсь фанаткой данной торговой марки, но тем не менее некоторые средства из серии Perfect World меня очень порадовали, я бы даже сказала впечатлили, поэтому я решила пробовать их бестселлеры, которые нам предлагает Sephora в Дубае. И, как обычно, начнем с очищения. Покажу вам эту умывалочку из серии Checks and Balances. Это гель для умывания, очень хорошо пинется. Она пахнет, знаете, как такая вкусная зубная паста, и эта такая мята, она очень комфортная, она очень сладенькая, но как же она нещадно сушит кожу, девочки. Это просто какой-то кошмар. Моя Т-зона просто потом кричала таким пересушиванием, что я не знала, каким кремом ее увлажнить. Поэтому, девчонки, даже если у вас очень-очень жирная кожа, я не могу рекомендовать эту умывалку, потому что она вам ее настолько высушит, что потом будете думать вообще, как потом лечить акне, потому что если мы сильно пересушиваем кожу, вырабатывается еще больше кожного сала, соответственно, могут быть новые спания. Поэтому вот эту вот умывалку, несмотря на то, что это ихний бестселлер, я, к сожалению, никак не могу рекомендовать, потому что она очищает кожу не просто до скрипа, а до такого скрипучего скрипа, если можно так выразиться, что это совсем не здоровый эффект, поэтому я эту умывалку никак и никак не могу советовать. Дальше, лосьон. Лосьон этот из серии Mega Mushroom, и это такой увлажняющий, успокаивающий лосьон. И, девчонки, если вы смотрели мое предыдущее видео, я думаю, что вы знаете, да, что я не люблю лосьоны. Я не люблю ими пользоваться, потому что после лосьонов у меня остается какая-то такая легкая пленочка, мне хочется умыться. И получается, что лосьон, да, вообще не имеет смысла наносить, хотя даже мой косметолог говорит, что лосьонами нужно и важно пользоваться. Что касается конкретно этого лосьона, у него достаточно приятная душка, и он на самом деле не оставляет какую-то такую пленку или какой-то липкий эффект, после которого хочется реально умыться или еще что-то такое. Но сказать, что это вот, знаете, такая штука, которая абсолютно незаменимая, и что после этого средства я заметила какие-то просто очень классные изменения на моей коже, нет. Ничего такого не было. Если вы любите лосьон, можете попробовать этот. В принципе, он неплохой, он не пересушивает кожу, он ее не стягивает. В принципе, я не защитила никакой какой-то такой пленки или липкого эффекта, еще раз повторюсь. Но сказать, что это прям вот пятерка из пятерки, я не могу. На данный момент абсолютно моим фаворитом в плане лосьонов является лосьон от Kiehl's Calendula. Вот после него у меня точно ничего плохого не происходит с кожей, никакой ни пленки, ни липкого эффекта, ничего такого нет. С этим лосьоном, в принципе, все более-менее нормально, но еще раз повторюсь, он мне не впечатлил, поэтому ему я могу поставить твердую четверочку. Дальше, девочки, поговорим. Теперь немного о сыворотке. Покажу вам вот эту вот сыворотку из серии Planscription. Это антиважностная, девочки, сыворотка. Она реально очень круто работает. Я ее пользуюсь уже почти две недели, но могу сказать следующее, что она действительно очень-очень классно увлажняет кожу, она придает ей более плотный вид, что ли, она ее наполняет. И если у вас есть какие-то первые признаки старения, я думаю, что вам стоит обратить внимание на эту сыворотку, потому что очень даже неплохой продукт. Честно, я не знаю, куплю ли я полноразмерную версию, потому что я сейчас перешла немножечко на другой уход, но вот этот вот пробник мне очень понравился. Если вы рассматриваете какую-то очень классную сыворотку, можете присмотреться. В этой серии действительно антивозрастного эффекта, там есть интересные продукты, можете посмотреть. Что касается именно этой сыворотки, она мне точно понравилась, я могу ее смело рекомендовать. Если у вас сухая кожа, я думаю, что после этой сыворотки нужно будет наносить какой-то более плотный увлажняющий крем. Если у вас комбинированная кожа, как у меня, или, допустим, жирная, я думаю, что после этой сыворотки можно будет наносить какой-то легкий крем-гель, и я думаю, что ваша кожа будет очень-очень довольна. Во всяком случае, мне эта сыворотка очень понравилась, я могу ее рекомендовать. В наборе также был вот такой вот гель увлажняющий из серии Gingling, это серия, которая предназначена для восполнения энергии в коже. Могу сказать следующее, что этот крем-гель мне очень понравился, он действительно очень классно увлажняет кожу, у него невесомая текстура, очень приятная одушка. Одушка вот этой серии мне очень напомнила одушку в Andalou Naturals, где у них есть серия Brightening, то есть для свечения кожи. Этот крем-гель мне очень понравился, он действительно хорошо увлажняет кожу, он ее не перегрузил, после него нет никакой липкой пленки, никакого липкого эффекта. Несколько раз я наносила этот гель вместе с вот этой вот сывороткой Planscription на ночь, и утром кожа чувствовала себя замечательно, никакого жирного блеска не было, поэтому, девчонки, если ищете налиток какой-то хороший увлажняющий крем-гель, можете присмотреться, потому что достаточно неплохо увлажняет, могу рекомендовать этот продукт смело. И в наборе также была вот такая вот единственная масочка, это маска с углем, она в принципе мне понравилась, у нее достаточно приятная такая кремовая консистенция, она легко наносится, к моему удивлению, приятному, да, очень даже неплохо чистит пор. Поэтому, если вы хотите попробовать какую-то достаточно неплохую маску с углем, можете присмотреться Corigens, в принципе, неплохой продукт, очень хорошо очищает кожу, она не пересушивается кожа в смысле. И, в принципе, даже очень неплохо, можно попробовать, почему бы и нет. Поэтому, если подводить итоги, то из вот этих вот бестселлеров, которые предложила мне Sephora, мне однозначно понравилась сыворотка Planscription, крем-гель увлажняющий и вот эта вот масочка. Такое, знаете, So-So, это лосьон и вот то, что мне категорически не понравилось, я категорически вам не буду советовать, это умывалка из серии Cheeks and Balances. В общем, на самом деле, все-таки это все, о чем я вам хотела сегодня рассказать, я надеюсь, что это видео было для вас интересным и полезным. Если вдруг вы какими-то этими средствами пользуетесь и вам нравится уже, пожалуйста, напишите мне, потому что мне будет интересно знать. Ну, а что касается каких-то средств, которые вам категорически нравятся, тоже напишите, потому что интересно знать мнение других людей об этой торговой марке, потому что сколько людей, столько и мнений. Я рассказала вам о своем мнении. Спасибо вам за внимание, красоты вам и пока-пока.